Вадим Рожка Вадим Рожка один из самых успешных и известных тверских фермеров. Начинал 10 лет назад с личного подсобного хозяйства. С тех самых кроликов, которые не только ценный мех. Затем перешел на производство мясных деликатесов и молочной продукции. Избыток последний натолкнул его на мысль о сыроварении. Производство молока у нас увеличивалось в разы, цены были маленькие. И у нас стала дилемма, что делать. Цены нет, надо жить, надо как-то развиваться. И пришла в голову такая у нас гениальная идея, так как Старица всегда славилась своими сырами в постсоветское пространство. Старицкий сыр знали все. До сих пор с ностальгией наш клиент в Москве вспоминает о Старицком сыре. И вот пока живы те люди, пока технология еще жива, мы восстановили производство именно этого Старицкого сыра. Несколько лет назад Вадим Рожко даже выиграл грант областного правительства в несколько миллионов рублей. Не подкованный юридически фермер тогда и представить не мог, что из-за этих денег он чуть не сядет в тюрьму. Это 4 года назад было, в 2016 году, возникли некоторые юридические сложности с Министерством сельского хозяйства. И вот тогда Антон Владимирович вместе со своей командой, со своим аппаратом выступил посредником и помог нам решить эту проблему. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Антон Стамплевский говорит, что разобравшись в сути вопроса, он пришел в искреннее изумление от логики тогдашнего руководства областного министерства сельского хозяйства. Углядев ошибки в оформлении бумаг, чиновники вознамерились отнять субсидию и привлечь фермера к уголовной ответственности. Может там какие-то ошибки были, но он сделал малокозавод, деньги потратил на дело. Мы собрали их, у меня даже фотографии есть в докладе, мы так руки пожимаем втроем, Мигулев, я и он. Я и говорю, давайте миром сделаем. Он вложил деньги в рабочие места, вложил в производство, все работает, отдача есть, есть. Целевые награнты потратил, потратил. Это такая неоценимая, такая помощь была в тот момент. Потому что очень важно понимать, что фермер, он не имеет юридического образования, он не понимает юридических тонкостей этого вопроса. И вот тогда его помощь такая неоценимая была для нас, для нашего хозяйства. В итоге сейчас фермерское хозяйство Вадима Рожки вышло на новый уровень. Теперь здесь еще и выращивают ячмень, пшеницу, овес, а также картофель. Площадь земельных участков составляет уже около 1200 гектаров. Вадим убежден, что бизнес в сельском хозяйстве может быть очень даже прибыльным. Если работать, если отдавать себя полностью своему любимому делу, своей профессии, всегда это принесет свои дивиденды. Вот, как вы видите, мы за 10 лет закупили наш парк техники, но тракторов уже составляют около 16 единиц комбайна. Земли пашутся, сеются, обрабатываются, строим картофельные хранилища. То есть это все показывает, что, в принципе, это выгодно, этим можно заниматься. Тем более сейчас государство повернулось лицом к этому, ну, именно к сельскому хозяйству. Однако, как показала история с Вадимом Рожкой, даже такой, казалось бы, понятный бизнес, как фермерство, нуждается в защите. И это не говоря о других видах предпринимательства. Как сообщает РБК, ссылаясь на данные исследования проведенного ФСО, почти три четверти предпринимателей отмечают, что в нашей стране небезопасно заниматься бизнесом. Около 70% опрошенных уверены, что законодательство не гарантирует защиты от необоснованного преследования. А кроме того, они не доверяют правоохранительным органам. Почти 74% не считают правосудие независимым. Неудивительно, что еще в 2012 году бизнес-сообщество пришло к выводу о необходимости создания дополнительной структуры по защите предпринимателей. Потому что институты несовершенные, и, конечно, правоприменительная практика страдает. От хороших начинаний по поддержке бизнеса или от таких лозунговых моментов, которые в законодательстве прописаны, до реальной жизни – это две большие разницы. Поэтому и в 2012 году сам бизнес предложил президенту, это большая четверка, деловая Россия, торгово-промышленная палата, союз промышленников и предпринимателей опоры России, они предложили, чтобы был институт, который защищает предпринимателей именно от нарушений со стороны государства. И таких нарушений достаточно много, к сожалению, пока. Особенно важно изменить отношение правоохранительных органов и надзорных ведомств к предпринимателю. Ведь, к сожалению, бывают случаи, когда тем проще сначала посадить человека за решетку и только потом начать разбираться. Между тем, на самом высоком уровне, в том числе и из уст президента страны, неоднократно звучало, что этого делать никак нельзя. Нельзя до суда сажать, потому что это экономические отношения, это рабочие места, это налоги, это вообще сам бизнес, он остановится, и большинство, кто попал в СИЗО на стадии следствия или в дальнейшем, бизнес потерян, разрушен, экономику не вернуть, поэтому и запрещено. И наш суд, кстати, с тех пор, у них даже в областном суде сделали анализ, по-моему, по 2019 году, что они 108-ю статью, где написано, что предпринимателей по предпринимательским статьям нужно избирать другую меру пресечения, не связанную с арестом. У нас пошла положительная практика, хорошая. Но еще не так давно ситуация была заметно хуже. Чего только стоят знаменитые сносы продовольственных ларьков и киосков по всей Твери несколько лет назад. Тогда очень многие бизнесмены лишились либо части своего бизнеса, либо потеряли его полностью. Среди них и Сергей Кондрашов. Познакомившийся с бизнес-защитником в 2013 году, он и не предполагал, что всего год спустя ему понадобится помощь омбудсмена. Без Стамблевского и сотрудников его аппарата до сегодняшнего дня этот бизнес не дожил бы. А сколько проблем вы с того производите? Совершенно необъяснимые, самовольные, самопроизвольные. Ну, не знаю. Тут понятно, вот набор слов, которые можно употребить, позиции муниципальных властей. То есть тогдашний глава администрации Симафеев, ну, просто вытворял беспредел. При помощи Стамблевского и его сотрудников удалось в некоторых случаях даже развернуть муниципальные нормативные акты в судах. То есть вот помощь, очень конкретная помощь в судах, в работе с правоохранительными органами. Действительно она помогла удержать этот вид деятельности. А Надежда Бурмистрова чуть было не пострадала от действий нынешних властей Твери. Уже более 15 лет она торгует на этой ярмарке на Соменке. Год назад сюда явились судебные приставы и объявили, что павильон идет под снос. Отчаявшиеся предприниматели, среди которых много женщин, обратились за помощью к региональному бизнес-омбудсмену. Помогал советами, устроил нам встречу с людьми, которые работают в администрации, потому что очень сложно пробиться туда. Неоднократно устраивались круглые столы, к нам отнеслись с пониманием, выслушали нас. Ну и в итоге вопрос решился положительно. Рынок оставили, сносить не стали, тем самым сохранили рабочие места для более 30 человек. Тем самым благополучие наших семей, можно сказать. Потому что сейчас на работу устроиться очень сложно. Мы все очень благодарны Антону Владимировичу за его содействие, за то, что он нас выслушал, не отказался помочь. Русский кореец Да Сен Ли является классическим примером бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Летом прошлого года он открыл по франшизе в городском саду ресторан «Костер». Тверь стала первым городом с полумиллионным населением, где появилось заведение под этой вывеской. Дело развивалось успешно. Уже появились постоянные клиенты. Все карты спутал ковид-19. Объекты общепита повсюду закрылись. Однако ресторан – это не то заведение, где можно преспокойно повесить замок на двери и отправиться домой переждать эпидемию. Без электричества все равно не обойтись. Мы максимально ограничили энергопотребление. Но в связи с тем, что мы ресторан, у нас есть продукты, у нас есть некий запас продуктовый, который мы обязаны хранить. Соответственно, мы полностью ограничить электроэнергию потребления не можем. Учитывая, что заведение не работает, а значит, не приносит прибыли, у ресторана начали копиться долги. Перед Тверь – Атомэнергосбытом. Платить их пока нечем. Мы пошли на то, чтобы раздать максимально зарплату. Ну и, соответственно, перед многими поставщиками у нас есть задолженность, которую мы… Ну, с некоторыми поставщиками у нас есть договоренность, как бы понимание, вот. Ну, вот с Тверь – Атомэнером у нас не получилось договориться. Мы в течение месяца пытались с ними договориться, писали письма об отсрочках, ну, просьба, чтобы отложили нам… Это за электроэнергию? За электроэнергию. Да, Сен-Ли отмечает, что никто и не просит списания долгов. Их готовы выплатить. Но только после возобновления работы. Благодаря Антону Стамплевскому этому ресторану удалось добиться отсрочки. Но только на неделю. Так что вся борьба еще впереди. А Анна Родионова – пример предпринимателя, пострадавшего от недобросовестных конкурентов. Те натравили на нее чуть ли не все государственные ведомства, какие могли. Мы находимся в самом центре Твери. Это очень большой участок земли, который стал интересен нашим соседям. И эти соседи решили нас отсюда выжить. Потому что мы вроде как небольшие, маленькие. А соседи у нас оказались с большими деньгами. И они обратились к Росимуществу. Росимущество почему-то встало на их сторону. И они начали нас целенаправленно гасить, как говорят нынче. Просто выживать отсюда. То есть они захотели снести наш вот этот центр по обслуживанию машин. Просто снести, объявить его самовольной постройкой. И тем самым отсюда нас выжить. Кроме того, они на нас навлекали всяческие проверки, всяческих организаций. У нас было по три и более проверок в месяц. То есть создали нам совершенно невыносимые условия жизни. Между тем, до той поры ее бизнес успешно развивался. Еще в конце 90-х Анне Родионовой пришла в голову мысль начать торговать китайскими легкими грузовиками. Дело пошло. Так и появился здесь на улице Спартака этот салон, быстро ставший популярным. Продавали мы легко тоннажные грузовички небольшие. И легковые автомобили позже уже начали продавать легкового транспорта. Грузовички небольшие, пользовались очень большим спросом. Потому что они были очень недорогие, простые в обслуживании. У нас были запчасти, мы осуществляли ремонт. Практически к нам приезжало очень много и из области, и в Твери очень многие покупали эти автомобильчики. Когда начались проблемы с недобросовестными конкурентами, она пыталась защищаться, конечно же. Письма отсюда расходились во многие ведомства, в том числе и в правоохранительные. В прокуратуру непосредственно в Росимущество, которое, собственно, встало почему-то, хотя это госорганы стали на сторону наших оппонентов. Мы писали в Москву, в Росимущество, в головное учреждение. Мы писали даже письмо премьер-министру, губернатору. Но нигде, собственно, никто даже нас не хотел выслушать. Не то, что выслушать, а просто вникнуть в нашу проблему. То есть все письма возвращались сюда, обратно. Когда дело дошло до арбитражного суда, и Анна Родионова уже отчаялась найти справедливость, знакомые рассказали ей о работе бизнес-омбудсмена. Предприниматель тут же отправилась на улицу Вакжанова. Как она сейчас признается, ехала без особой надежды. Но в итоге профессионализм работы омбудсмена и его аппарата Анну Родионову очень поразил. Мало того, что у нас судебный процесс был назначен через два дня после нашего посещения, то есть времени на подготовку у них было очень мало. Тем не менее, они весь пакет документов у нас взяли, изучили. И через два дня они вместе с нами пришли на судебный процесс. Третьими лицами они туда вступили. И вот с этого времени началась их поддержка. То есть мы судили где-то четыре года. Мы два раза доходили до Верховного суда. То есть они нас сопровождали на каждый судебный процесс, подготовились. Это очень квалифицированная помощь, юридическая была оказана. Плюс ко всему они оказывали нам поддержку и организовывали переговоры, вот допустим, с прокурором. В итоге ей удалось отстоять свой салон, сохранив бизнес, а значит и рабочие места. А в Зубцовском районе произошел совсем вопиющий случай. Здесь пытались выжить столичных предпринимателей, которые построили уникальный отель. Гостиничный комплекс в восточном стиле возвела супружеская пара Роговых. Вячеслав и Наталья, исповедующие буддизм. И название дали соответствующее – дзен. Дзен – это просто название японское этого же направления, которое говорит о созерцании, о спокойствии, о умиротворении ума. И мы решили, что в России такое место просто необходимо, где у человека будет возможность отдыхать не так, как принято. Там шашлыки, там все. А еще какое-то место, куда могут поехать люди, которым хочется просто тишины. Абсолютное большинство посетителей – это вовсе не буддисты, отмечает Наталья. Кто-то проезжает сюда отдохнуть на лоне первозданной природы. Кто-то научится настоящим чайным церемониям. Или отведать постных блюд. А кто-то и потренироваться под руководством Вячеслава Рогова. Ведь он изучал ушу в том самом легендарном монстре Шаолинь. Особо стоит отметить, что в соответствии с традициями буддизма, на территории отеля нет места агрессии. Например, нецензурному ругательству. Здесь строго запрещены алкоголь, курение табака, не говоря уж об употреблении наркотиков. И тем не менее, вот такой вот бизнес почему-то не понравился районной администрации. Случилась очень странная вещь, как какое-то неприятие местной администрации, крайне нас, и были сфальсифицированы жалобы, были сфальсифицированы какие-то непонятные письма против нас. В письме было написано, что у нас здесь террористы готовятся для боевых действий в Украине. Потом у нас было незаконное строительство, хотя мы все бумаги подавали, и, в принципе, мы сами пришли в администрацию и говорили о том, что у нас сначала земля была крестьяно-фермерского хозяйства приобретена, и мы имели право, в принципе, строить, как общежители рабочих, еще что-то. Вот мы вот эти вот варианты с ними обсуждали. В итоге нас обвинили, что мы незаконное строительство здесь ведем. Потом нас обвиняли, что мы уничтожили плодородный слой, хотя мы его не трогали, мы доказали, что это приобретено. Потом нас обвиняли в том, что мы вырубили здесь деревья, хотя это было сельскохозяйственное поле всю жизнь. Потом нас обвинили там же в этих письмах, что мы зарастили эту территорию, и березы, которым по 50 лет приезжала комиссия, нас за них штрафовали. Словом, власти изо всех сил пытались ликвидировать этот отель. Ситуацию спасло вмешательство бизнес-омбудсмена. Он помог переломить ситуацию. То есть он просто появился и сразу же своей работой показал, что за нами стоит защита. Что было неожиданно, естественно, для административного ресурса местного. То есть он остановил все проверки, он проверил адекватность их возникновения, он остановил, чтобы не было дальнейших проверок по тем лицам, что потом, когда мы переводили землю здесь уже в другое качество, то есть для туризма, естественно, было огромное противодействие, были тут депутаты даже некоторые включены в эту работу. Но Антон Владимирович сюда послал своих представителей. То есть мы и там переломили ситуацию. Со временем в Зубцовском районе сменилась власть. С новой администрацией у Читы Роговых сложились отличные взаимоотношения. Теперь они смело могут планировать дальнейшее развитие бизнеса. В частности, уже вовсю строится второй гостиничный корпус. А это значит, что для окрестных жителей появятся новые рабочие места. Тем временем в приемной омбудсмена продолжается работа. Стоит отметить, что аппарат состоит всего из нескольких юристов. Каждая из этих девушек одновременно ведет по 15-20 дел. Работать приходится, что называется, не поднимая головы. Ведь бывают такие случаи, когда в прямом смысле слова дорога каждая минута. Иногда человека сразу же закрывают, везут в СИЗО, и все, на двое суток. А потом ему на автомате говорят, что у него паспорт, прописка не та. Например, он может оказать давление на свидетелей. И его отправляют на 2-3 месяца в СИЗО. А вот этот золотой час, он очень важен. Быстро среагировать, чтобы адвокат написал свою позицию выстрел. Здесь уже оказали помощь не одной сотне предпринимателей. Конечно, не каждое дело заканчивается успехом. Есть примеры и неудач. Но в целом около 85% обращений заканчиваются победы бизнесменов, которые отмечают. Все это благодаря неравнодушию и профессионализму Тверского полномочного и его юристов. Люди очень часто говорят благодарности врачам, которые спасают жизнь. Но вот Стамплевский и его организация, они же помогают и спасают бизнес. А бизнес – это жизнь. Вот, например, они спасли дело, которому я посвятил свою жизнь. Если бы не они, меня бы снесли, ничего бы этого не было. Поэтому им огромная благодарность. Хорошо, что у нас такая организация вообще в Твери есть. Очень порядочный человек. Глубоко. Знаете, есть люди высокой этики. Я бы отнесла его к таким людям. Потому что удерживаться на сегодняшний день по власти очень сложно с таким характером. У него искренняя любовь к людям, искреннее пожелание помочь. Эффективность работы полпреда отметил и губернатор Тверской области. Это важнейший механизм, с помощью которого предприниматель может напрямую обратиться к главе региона. Подчеркнул Игорь Руденя на встрече с представителем бизнеса. Есть один, ну такой, на чиновничьем языке, говоря, хороший механизм. Ваш представитель, если я понимаю, координатор, господин Стамплевский, посещает каждое заседание правительства. И он всегда может воспользоваться этим моментом, после заседания подойти ко мне и сказать о том, что не может донести, например, каждый человек, который... Ну не всегда есть возможность действительно пообщаться напрямую. Мы здесь присутствуем в Твери, наш институт уполномоченного есть, один из самых активных по России. Эти шесть историй, о которых мы вам рассказали, как нельзя лучше характеризуют шесть лет работы полпреда по защите прав предпринимательства в Тверской области. За это время достигнуто немало успехов. От уничтожения были спасены сотни предприятий, сохранено огромное количество рабочих мест. Среди главных результатов – снижение количества уголовных дел, возбужденных в отношении бизнесменов, повышение доверия предпринимательского корпуса к органам власти, а, соответственно, и улучшение бизнес-климата Верхневолжья.